Здравствуйте, в эфире программа Продокс. Меня зовут Александр Кашапов. Гость студии Алексей Песков. Это главный редактор портала Туризм.ру. Ну, и тогда, наверное, уже понятно, возможно, кто-то еще не смотрел анонс нашей программы, что будем говорить о туризме, а точнее о возвращении туристов в Египет. Дело в том, что на этой неделе появились... Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! На этой неделе появились сообщения о том, что многие туроператоры, туркомпании, турагенты организуют рейсы в Египет, в египетские города. Если до этого, во время революционной ситуации, которая началась летом и перекинулась на август и сентябрь, наоборот, наблюдался отток туристов и сокращение деятельности российских туроператоров, турагентов, то сейчас идет обратная тенденция, то есть возвращение туристов, российских туристов в Египет. И сегодня инспекционная группа Ростуризма отправляется в Египет, точнее, уже отправилась для того, чтобы окончательно поставить точку в вопросе, можно ли или нет, но, скорее всего, можно возвращаться в Египет и вести там безопасный отдых. Я скажу сразу, что первую часть программы мы посвятим полностью именно ситуации в Египте, а во второй части мы расширим свои рамки, расширим свои границы, поговорим о экзотическом туризме, поговорим о самостоятельном туризме и о внутреннем туризме, то есть тогда, когда иностранцы приезжают в Россию, и люди других городов России приезжают или переезжают в другие города России же. Алексей, вот, по вашему мнению, уже давно воцарила такая безопасная обстановка, и вот в этой инспекции, которая сейчас от Ростуризма отправилась в Египет, уже нет необходимости? Или она такая формальная, формальное действие, что последние вот эти вот штрихи, последние регуляционные моменты, которые наши чиновники и представители крупного бизнеса там в Египте делают, чтобы, да, поставить точку, разрезать ленточку и обратно вернуть всех туристов, благодаря которым, кстати, экономика Египта, благодаря российским туристам экономика Египта и, собственно, ну не держалась на плаву, но, по крайней мере, оживала и развивалась? Ну, как сказать, я среди тех, в общем-то, достаточно немногих людей из прессы, кто вот только что вернулся из Египта усилиями нескольких операторов, которые тоже со своей стороны бьют эту стенку, пытаясь пробить окно в Египет, восстановить его. Были мы в Хургаде, так что общались с теми лицами, с египетскими властями, кто отвечает за безопасность в регионе Красного моря. Что можно сказать? Вот то, что нас больше всего пугает, смотрим новости с площади Тахрир, стрельба, крики, бегущий народ, кровь. Я сразу вспоминаю, 93-й год, Белый дом, обстрел его из танков. В Москве. В Москве. Стоит толпа. По всем новостям показывают, что в России полный хаос, что страны нет. Вот я присутствовал и в Белом доме, и выходил из зоны обстрела, буквально переулки, которые ведут от Белого дома к зоопарку, к 905-го года улице. На 905-го года баррикадная метра. Там гуляют с собаками, идут с детьми, еще что-то. Пули свистят, пули. Ну, пули свистят там, где-то внутри. Я даже репортаж, я в Вечерке тогда работал, делал война с доставкой на дом. То есть я обошел квартиры людей, окна которых выходили на Белый дом, жилые дома. Они говорят, ну чего, ну жизнь есть жизнь. Мы сидели в коридоре, смотрели CNN по телевизору, поставленному на пол. Но жить-то все равно надо. Но самое вот, что меня тогда поразило, что, естественно, это нормально для любого средства массовой информации. Показывать события, экшен. То есть никто из корреспондентов не поедет по Египту, по городам и весям снимать нормальную жизнь. Вот здесь пекут лепешки, вот здесь вот работают ткачи, вот здесь принимают туристов. Вот здесь группка русских, которые не собираются уезжать. Да, это не продается, согласитесь. Возможно, в данной ситуации да. Есть закон. То есть ты должен снять что-то, что у тебя купит компания. То, что будет эфирить. От чего взлетит рейтинг, цитирование. И, соответственно, если речь идет о беспорядках, то продаются сюжеты беспорядки. Ты снимай их, найди, придумай, сделай там или еще что-то. Я не говорю, что их не было. Но вот если отвернуться от телевизора и просто подумать, то эти беспорядки отнюдь не носят глобального характера. Более того, я сейчас, наверное, страшную вещь скажу. Но мне кажется, что и в Сирии, которая вот не сходит с языков везде, на 95% территории, а может быть и больше, продолжается нормальная жизнь. Где дети там ковыряются в носу, просят поесть, капризничать, еще что-то. Притом война в стране идет. Да уже более двух лет. Да? То есть и вот сейчас, вернувшись из Хургады и посмотрев там ситуацию, понятно, что то, чем больше всего пугают нас, что будут массовые беспорядки, в которые будут вовлечены туристы. Закидают камнями, изнасилуют туристок и прочее, и прочее. Этого не будет. То есть это вот, ну, можно с огромной гарантией сказать. Хотя бы потому, что там все отели размазаны по громадной территории. И никто не выстроит эту демонстрацию, которая пойдет по отелям устраивать беспорядки. В центре города это все легко локализуется. Власти к этому готовы. Плюс дополнительная охрана вокруг. Каких-то местных, когда вот есть, да, расхожее мнение, египтяне русских не тронут, потому что русские туристы везут деньги благодаря... Ну, Александр, вот вы же утром не просыпаетесь, вознося молитвы нашим нефти и газодобытчикам, за счет которых живет Россия. Вот сегодня утром пропустил молитву, обычно я это делаю. То есть смысл тоже, почему какие-то каирские или александрийские жители, которые не соприкасаются с туристами, должны на нас молиться? Почему? То есть те, кто получает от нас эти деньги, тот же персонал отеля, еще что-то. Он безумно дружелюбен, он хорош даже не за деньги, я более того скажу. Я так примерно восточный менталитет понимаю. Нас бережет и как минимум не трогает. То есть отельный персонал не будет биться за идеи братьев-мусульман. Просто по определению, да? Других в Шарм-Аль-Шейхе вообще в принципе нет. То есть это вообще совсем закрытая зона. Хургада стала такой зоной в силу этих событий. Единственное, что вот о чем не говорится, но на что я бы все-таки обратил внимание, какая-то есть или нет вероятность терактов. Но это не нам решать. У меня нет компетенции узнать, а какова такая вероятность. Да, но в том же Элате какие-то ракеты, косамы кто-то пускал по отелям. Да, там обошлось Бежер, да еще что-то. Но, грубо говоря, технологии есть. То есть и здесь я бы не стал пугало делать из массовых беспорядков. Вот их можно просто отодвинуть и рассматривать безопасность в более широком ключе. И здесь я как раз считаю, что вот те комиссии, которые выезжают и прочее, я очень надеюсь, что они компетентны и в этом вопросе. Продолжим обсуждать ситуацию в Египте через выпуск новостей. Сейчас же напомню, что телефон нашей студии 65 10 99 6, код города Москвы 495. Или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы Paradox. Напомню, что гость нашей программы, главный редактор портала tourism.ru Алексей Песков. Мы обсуждаем ситуацию в Египте, о том, что туда можно возвращаться, покупать туры, либо самостоятельно ехать. Ну и сегодня инспекционная группа Ростуризм отправляет в Египет для инспекции и регулирования. В студии программа Paradox, в студии Александр Кашапов и наш гость Алексей Песков, главный редактор портала tourism.ru. И, кстати, на связи из Египта Майя Ламидзе. Это директор Ассоциации туроператоров России. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Я вас долго не хотел бы о чем расспрашивать. Просто скажите, какая ситуация в Египте сейчас? Ну, вот тут находимся с небольшой инспекцией. Планируется, что представители Ростуризма, Ассоциации туроператоров, иметь, если иностранных дел, посетят курорт по Хургату полностью, Акмод-ротели, поездка по городу, разговор с туристами, с бизнесом, власть у местной туристической. И аналогичная программа Шарма-Чехи, после чего будет определенная резолюция. Вывод, насколько безопасен здесь сейчас для наших туристов. Мы приехали буквально пару часов назад. Пока то, что мы увидели и услышали, говорит о том, что целесное спокойствие в Хургаде. Правда, туристов, конечно, очень мало. Один из известнейших и очень популярных на нашем рынке отелей, заполнен всего лишь на 30%. И большинство этих 30% — это не российские туристы. И это вот то, что мы видели, это немцы и туристы из Кандидарии. Ну, наверное, местные еще. Местный средний класс, он же тоже есть в Египте. Здесь мы пока его не видели. Мы планируем объехать отель, работающий с несколькими рынками, в том числе с местными. И, конечно, главный вопрос, насколько безопасно находиться на самом курорте, можно ли выходить в город. И второй, не менее важный вопрос. Нужно взять уровень сервиса. Нет ли переговоров с поставками еды, воды? И вообще, насколько сам персонал в отелях ведет себя адекватно по отношению к гостям? Да, Майя. Пока вот... Да, пожалуйста, не задерживайте информацию. Не стесняйтесь с резолюциями, потому как сейчас формально же все-таки нельзя в Египет лететь. Тем не менее, туры продаются, туристы рискуют. Туркомпании на свой страх и риск все-таки отправляют туда самолеты. Ну, конечно же, они опираются на ту информацию, которую вы сейчас озвучили. То есть, в принципе, все хорошо, но нужна дополнительная проверка. Презусловно, мы будем давать оперативную ситуацию на сайте Ассоциации туроператоров. И, естественно, информация будет вся адресивная, такая, какая она есть. Мы надеемся, что на основании этой информации, естественно, у нас все одно дело, примет соответствующий вывод. Либо рекомендация будет продлена, либо она будет отменена. Кстати говоря, рекомендация – это все-таки не запрет. Именно поэтому туры продаются. Ну, да, и речь идет о формальностях, конечно же. Законным методом и какими-то механизмами нельзя запретить там той или иной компании из России отправлять туристов из России в Египет. Здесь уже просто ответственность самих туркомпаний, туроператоров и авиакомпаний. Ну и, естественно, ответственность личная туристов, которые, несмотря на новостной фон, несмотря на сообщения в блогах, они все равно решают туда ехать. До того влюблены в программу «Все включено». Да, да, да. Везус вон туристические компании понимают свою ответственность за то, что, не дай бог, может произойти с нашими туристами. Даже ответственность будет за уголовной, если с туристами произойдет что-то неприятное из-за политической ситуации в стране. Сколько будет инспекция продлиться? Она будет до воскресенья включительно. А, то есть вот эти дни. И вы там, соответственно, со своими коллегами будете находиться и сообщать по нескольку раз в сутки о ситуации в городах, популярных городах Египта. Да, совершенно верно. Ну, я так понимаю, что резолюция, скорее всего, будет принята, и она будет положительной. Честно говоря, очень рано еще говорить, потому что мы всего несколько часов, и совершенно понятно, что египетская сторона будет делать все в силах, для того, чтобы убедить, что все спокойно и хорошо. Поэтому я бы пока не стала делать преждевременных выводов, но пока все, что мы видели, говорит о полном спокойствии в стране. И вокруг аэропорта, и по дороге, и город, по которому мы проезжали, в общем, никаких ни выступлений, ни напряженности никакой не ощущается. На данный момент пока так. Спасибо вам, Майя, за честный и подробный комментарий. Напомню, на прямой связи, прямо из Египта, директор Ассоциации туроператоров России, Майя Ламидзе. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что гость нашей студии Алексей Песков, главный редактор портала tourism.ru, звоните нам по телефону 65 10 99 6, или пишите на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Вот, Майя, на самом деле, пока еще не увидела среднего класса в Египте, но, тем не менее, мы знаем, что средний класс, естественно, присутствует, как и везде, просто в той или иной мере, в тех или иных пропорциях. И я, когда готовился к этой программе, пробежался по сайтам, увидел, что сейчас отели, не заполненные русскими туристами, заполненные местными. Ну, заполнены, может быть, не то слово, но, скажем, у нас базовый отель для нашей короткой поездки был Штайгенбергер. Кто разбирается, это, ну, я не буду называть его самым шикарным, но это один из самых, в общем-то, респектабельных отелей под немецким управлением, немецкой сети. И там, ну, наверное, из имеющихся туристов сейчас, ну, 50, как бы не 70 процентов это египтяне. Причем вот из Каира, это реально средний класс, с великолепным совершенно английским, очень продвинутый, очень спокойный. Вот, на самом деле, интересная штука. Ведь мы, когда отправляемся в какую-либо поездку, вот тем более по туру в тот же Египет, и когда нам спрашивают, как вам египтяне? Пытаешься вспомнить, с кем из египтян ты общался. Ну, это, да, официант, тот, кто убирает в комнате, рецепционист. И, возможно, охрана. С кем ты на улице встретился? С теми же торговцами, официант, таксист, еще что-то. Да, то есть мы до реально египтян, которые, ну, управляют этой страной, ну, не в смысле власти, да, а которые являются ее... Которые являются золотой серединой или составной частью. Сутью, да, middle class. Мы же до них не... Где нам с ними, тоже в Турции, тоже в это... И вот сейчас в отелях у нас появился великолепный шанс. Египтяне, кто вы? То есть местный внутренний туризм, да, в Египте? Да, да. Вот. И несколько лет назад мы то же самое наблюдали в Турции. Поднялся средний класс, начал приезжать в свои отели. Но интересно, что в Турции было очень сильное давление на дискотеках, на всем. То есть если критическая масса превышала местных туристов, наши начинали уже бояться и как бы отодвигали. Чувствовать себя дискомфортно. Да, ты на чужом празднике. Ага. И, в общем-то, во всех отелях не зря вводится квотирование, и это существует. На курортных отелях, как бы мы ни обижались, но если нам говорят, что там больше 30% русских в этот отель не селят, или 40, или 50. Ну, что они виноваты. Возможно, речь идет о... Даже не виноваты. Представьте себе, что вы приезжаете в отель, который 70% итальянцами населен. То есть там, соответственно, кухня будет итальянская, дискотека будет итальянская. Вы не почувствуете себя человеком. Поэтому, в принципе, грамотные отели, они стараются держать этот баланс. Они понимают, что мы можем потерять какие-то копейки сейчас, отказав в продаже номеров. Долгосрочная инвестиция, долгосрочное планирование. Но в долгосрочной репутации, респектабельность отеля как раз в том, чтобы все гости чувствовали себя комфортно. Были представлены себя, да. У нас на связи Владимир, если позволите. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш гость, он привел такой пример события Белого дома, значит, в Москве. Я хочу привести тоже пример. Тоже Москва. События, значит, 2002 года. А Нижняя площадь. Мирные москвичи смотрят футбольный матч на Манежной площади по большому экрану. До конца игры остается 15 минут. И кто бы мог подумать, что через эти 15 минут после окончания футбольного матча начнутся беспорядки в центре Москвы. И люди, которые мирно прогуливались, ну, там, Камергерский проезд, значит, в Беркуй. Ну, понятно. Да, проиграли 0-1. Ситуация, что они потом не знали, куда деться. Это произошло буквально через 15 минут. Поэтому есть такая притча. На бог надейся, видимо, и сам не оплошай. Да, Владимир сорвался у нас. Видимо, закончились деньги, если он звонил нас по сотовому телефону. Либо разрядился тот же самый сотовый телефон. Очень жаль. Ну, я не знаю, вопроса у нас не прозвучало. Но единственное, что я могу по этому поводу сказать. Мы, наверное, под любую ситуацию в мире можем подобрать некую ситуацию в России. Прецедент. Прецедент, еще что-то. Но в данном случае, наверное, некорректный, скажем так, пример – это мы сами сделали себе. Ну, наши болельщики сделали нашим прогуливающимся людям. Это наша проблема. И говорить о том, что пошли громить гостиницы и снесли интурист только потому, что там были беспорядки, ни в коем случае нельзя. И здесь… Ну, это вопрос к МВД, наверное. Ну, с тех пор, кстати, не было таких случаев. Даже при крупных поражениях на матчах не было таких случаев. Единственное, повторилось в 2010 году на Манежке той же. Но с тех пор тоже опять не было случаев, повтор, потому что возможные очаги возникновения стихийных болельщиковских, фанатовских беспорядков, они пресекаются заранее. То есть поэтапный выход со стадионов, блокирование на несколько минут, часов. Здесь даже немножечко другое, Александр. Я думаю, это как в общественно-политической жизни и в семейной жизни. Любой скандал имеет причину, которая не всегда явственна, и имеет повод. И следствие. Вот поражение было поводом. Проводом, согласитесь, а не причиной. Прервемся на новости, подробнее после новостей на Финам.фм. Здравствуйте, продолжаем программу «Парадокс». Она посвящена туризму и, в частности, возвращению туристов в Египет. Телефон в студии 65 10 99 6, код города Москвы 8 4 9 5. Либо пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Меня зовут Александр Кошапов. Мой гость Алексей Песков, главный редактор портала «Туризм.ру». И вот мы с Майей поговорили в предыдущей четверти о том, что, несмотря на пока еще сохраняющуюся рекомендацию не летать в Египет, это, конечно же, не запрет. Тем не менее, многие компании, вопреки этому совету МИДа, продают туры. Некоторые россияне покупают эти туры. Некоторые авиакомпании берут на себя смелость отправлять россиян по путевкам, либо по самостоятельному решению в Египет. В этой случае, точнее, в связи с этим, ответственность сложится как на самих туристов, так, естественно, на туркомпании, которые продают эти туры, авиакомпании. Но я их понимаю. Дело в том, что египетские власти и люди, ответственные за туризм, объявили о некой компенсации, даже, я бы сказал, примировании авиакомпаниям за отсутствие, точнее, за невыкупленные эти чартеры. Я разделил бы все-таки две вещи, потому что я думаю, что египетское обещание компенсирует. Там, кстати, очень интересная формулировка. Чем меньше у вас будет свободных мест в чартере, тем больше вы получите компенсацию. То есть, это не компенсация, а премиальная. Замечу также, с туристов, которых сейчас отправляют в Египет, берут расписку. Если что, прошу не винить, я сам там и так далее. И о социальной ответственности. Вот интересная штука. Вот огромное сетевое турагентство «Тысяча один тур», оно просто приказом своего руководства, своим менеджерам запретило продавать Египет. Пошло на запланированный убыток, получается. Пошло на запланированные убытки, но это, в принципе, с точки зрения социальной ответственности, наверное, правильный шаг. Давайте возьмем, вот я говорю, есть экскурсии, которые пользуются спросом, на которые можно найти покупателей. Руферы, которые фотографируют Москву там или другие здания. С мостов запрещенных высоток. Да, со шпиля МГУ фотографировали. Буквально два дня назад двоих наших сняли с Кёльнского собора. Кёльнского? Они сняли и разместили в сети великолепные совершенно картинки оттуда. И вот если мы сейчас попробуем решить, хорошо ли мальчики поступили или плохо, мы не придем к единому выводу. Там есть где-то плюсы, есть где-то, да, бунтарство, нельзя, а мы прорвемся. Видимо, где-то это присутствует и у туристов, которые в Египет едут. Рискуя. Рискуя, потому что нет сейчас обвала цен. То есть то, что туда летают эти туристы, это не значит, что они туда за 15 копеек летают. Тоже тысячу долларов, полторы тысячи долларов сноса, отдай и не греши. То есть и не будет, если сейчас восстановят поток все, он будет медленно восстанавливаться. Давайте вспомним Тунис, он до сих пор не восстановился. Уже сколько лет? Три года уже прошло, да? Ну да, арабская весна, 11-й год, волнение. И Тунис кряхтит, но на прежние объемы не выходит, потому что это просадки дает. Так там и до сих пор идти волнение. С Египтом тоже прогнозы делать, в общем-то... Вот мы упомянули, что мидл-класс появился в египетских отелях. А ведь наивно было бы думать, мы туда вернулись, русские туристы, и египетский средний класс сказали, эх, ребята, ну что ж, ну... Мы вам помогли. Да, мы освобождаем место, отдыхайте, мы сюда больше не пойдем. Не будет этого. Все, то есть они уже как бы вошли в этот сегмент отдыха. Соответственно, они будут держать цены. Они, да, то есть египетские отельеры скинули цены 30-40% для своих, вот сейчас от стойки продажи. Это не имеет отношения к тем ценам, по которым операторы продают туры нам. Эти туры уже проплачены зимой, весной. Все крупными блоками. Нет, операторы выкупают крупными блоками, да, места в отелях, авиаперевозку, места в самолетах, и они сами вправе устанавливают цену, но покупая заранее и большие блоки, они, соответственно, получают очень низкие цены. Но и вторая ловушка. Закрыли Египет, а все оплачено. То есть деньги за эти номера и за перевозку, которая не состоялась, уже партнеры получили. И сейчас задача вернуть это все. Хотя бы отбить сейчас часть затрат. Да, соответственно, говорить о том, что цены обрушатся. Вот и потому, что появилось новое наполнение местных жителей у Египта. Потому что уже расходы понесены, и туроператоры не захотят слишком сильно с дисконт организовывать. В связи с этим, когда начались волнения в Египте, точнее очередная острая волна волнений в июле этого года, ведь когда была озвучена рекомендация российского МИДа не въезжать туда, и как можно скорее выезжать, выросли на 10-15 местами даже 20% цены на туры в Турцию, естественно, что поближе. Греция, Кипр, Испания. То есть вот эти вот регионы, где, в принципе, любят отдыхать россияне, Таиланд, зачастую там отдыхают. Но так как в Египет больше нельзя ехать, они стали перераспределять туры и направления туда, там цены выросли. И в связи с этим, те цены, которые сейчас в Египте, они и так уже ниже тех предложений, которые вот в перечисленных мирных регионах, скажем так. И я так понимаю, сейчас, если, конечно, рекомендация от МИДа будет отменена, что можно туда въезжать, цены не обрушатся ни в Египте на туры, и не обрушатся цены на Турцию, Испанию, Грецию. Даже Кипр, этот Кипр бедный, где произошла стрижка депозитов у богачей, они тоже не пойдут на дисконт, чтобы хоть как-то свою экономику восстановить. У нас Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Мы вас слушаем, Сергей. Вы знаете, вот вы когда говорите про Египет, забыли одну очень важную вещь. Там очень великолепное море, очень редкое море, Красное море, и в основном люди ездят отдыхать на море. Море, допустим, в Сочи, оно не такое красивое, не такое хорошее. Ну оно даже, оно не такое красное, я бы сказал, оно черное. Это мне рассказывают лицензированному дайверу, который без ума от Красного моря. Ну, может быть, Сергей что-то хотел сказать другое. Да, если можно, вопрос. Я просто надеюсь, что все-таки все эти запреты снимут. И я считаю, что есть некий искусственный запрет российского ростуризма на то, чтобы люди ездили отдыхать. Я считаю, что запрета нет. Спасибо, Сергей. Запрета нет никакого искусственного. Более того, никто в этом не заинтересован. Ни, естественно, ни российская сторона, ни египетская сторона уж точно не заинтересованы. Есть реальная ситуация, волнение? Александр, ведь в сети еще в одиннадцатом году первая волна. Да, когда Мубарака сняли. Да, ведь какие были версии же, и до сих пор они в той или иной степени муссируются. Закрыли въезд в Египет русским туристам, чтобы отшлепать это нехорошее египетское правительство, которое не подписало договор о строительстве атомной станции. О, Господи. Вот. А второе. Это блогеры придумали? Курорты Краснодарского края устроили революцию в Египте. А, интересно, да, хороший анекдот, очень хороший анекдот. То есть вариантов много, многие их рассматривают абсолютно всерьез. Мы не будем сбрасывать со счетов какие-то межправительственные, да, отношения. Они незначительные, однозначно. Мы их не знаем. И вполне возможно, что некие рычаги, некое манипулирование, вы сделаете то, чтобы мы сделали это, они наверняка присутствуют. Но явно не в такой степени, чтобы... Совершенно точно. Вот так вот процессом управлять вот всем. Здесь, естественно, это всегда присутствует. И вчера мы эту тему поднимали. Почему 600 тысяч китайцев было привезено в Белоруссию? Потому что был... Я не успел об этом сказать, Борис Цитова, но я сказал, что речь шла сначала о договоренности Белоруссии с Китаем, о трудоустройстве вот этих людей. А уж потом исходило из реальной потребности в этих 600 тысячах китайцев. Так и здесь, если наше правительство о чем-то договаривается на каких-то условиях, конечно, это может касаться, но не десятков. В данном случае не десятков тысяч туристов, которые туда едут, в Египет. До волнений там, я так понимаю, в районе 50-60 тысяч россиян регулярно находятся... Как бы годовой режим шли на 3 миллиона. Нет, годовой, да. Ну да, порядка 50-60. Такие цифры. Одновременно, одномоментно находятся... Сейчас, после рекомендации МИДа, это где-то в районе 6-5 тысяч остаются в Египте туристов российских. Это вот именно те люди, которые не смотрят телевизор или не хотят верить в то, что все так критично. Тем более, сейчас там уже более-менее все устаканивается. Нет, там еще ридно-украинская мова. То есть Украина не закрывала выезд. Да, да. Еще в 11-м году... Украинские туристы летают туда. Более того, многие российские туристы через тот же Тест-тур, который работает и из Москвы, и из Киева, отправляются в поездку из Киева. Да, еще в 11-м году, когда с Мубараком были волнения, когда Мубарака снимали, и многие российские туристы, зная, что отели охраняют, и волнения в отелях не допустят, любители, как Сергей, дайвинга, любители, как Сергей, именно Красного моря, они ехали через Украину. То есть в 11-м году, по-моему, вообще было запрещено. Если сейчас рекомендация не ехать, а в 11-м году было запрет не ехать. Многие ехали в Украину и через Украину летели в Египет. У нас еще пока есть время, две минутки. Я хотел бы вам задать вопрос о том, что вот в связи с этой ситуацией в Египте, которая постепенно восстанавливается, вообще не произойдет ли перестройки бизнеса туристического? Или, скажем так, кроме туризма и кроме Суэцкого канала, на чем еще может жить Египет? Ну, у Египта, в общем-то, и сельское хозяйство не последнее, насколько я знаю. Правда, не вдавался, экономическим географом не являюсь. Но здесь я вот единственное скажу, что на чем может будет жить Египет, это его проблема. Очень интересный парадокс. Многие агентства туристические, которые не формируют туры, а продают их, они говорят, а нам финансово помогло запрет Египта. Потому что люди, которые шли к нам с маленькими деньгами из расчета поехать в Египет, вынуждены были приносить больше и ехать в Грецию, в Турцию, в Таиланд и так далее. Отлично. То есть люди все равно созрели для отдыха, у них в планах поездка есть. И Египет вот запрет отсек, ну, скажем, случайный туризм. То есть вот для многих сейчас ездить в Египет на 2-3 дня. Нормальная ситуация. Да, и туры предлагаются, все. Вот этим людям, скажем так, потяжелее. А те, кто на 7, 10, 14 дней планировал, они поехали, и они отдохнули, и они отнесли свои деньги в туризм. И другие компании. Спасибо. Мы продолжим обсуждать вопросы туризма. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 8495. Либо пишите на сайт finam.fm на страничку программы Paradox. Напомню, гость студии Алексей Песков, главный редактор портала туризм.ру. И снова здравствуйте на finam.fm Paradox. Меня зовут Александр Кошапов. Гость студии finam.fm Алексей Песков. Это главный редактор портала туризм.ру. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, либо пишите finam.fm на страничку программы Paradox. Говорим о туризме, в частности, о возвращении в Египет, о массовом возвращении, розничное возвращение уже там присутствует. Да, Алексей? Ну, в какой-то степени, да. Если одномоментно до волнения июльских было 50-60 тысяч российских туристов, сейчас все равно присутствует и немало, 5-6 тысяч, иногда даже 8 тысяч присутствует обязательно. Я так понимаю, Алексей, это самостоятельные туристы, которые мало того, что игнорируют рекомендацию МИД России не въезжать в туризм, так еще игнорируют предложения туроператоров российских, сами организуют онлайн бронирование в отелях, сами организуют покупку билетов, авиабилетов и сами отправляются. Да, единственное, что я думаю, что вот то, что называется сам туристы, в Египте, ну, вряд ли большое количество, тем более, что у нас все-таки какие-то отправки, как мы уже говорили, существуют, и это количество они в состоянии оправдать. Ну, вот как большой информационный портал «Туризм.рус», большим информационным форумом, где все это обсуждается, уже давно идет некая война, как в приключениях Гулливера тупоконечников с остроконечниками, борьба любителей пакетных туров и поклонников самостоятельного туризма. Холивары, я еще называю. Да, вот, но на самом деле вывод и те, и другие делают достаточно простой и однозначный, есть направление, на которое, если вы захотите посмотреть завтра замок Нойшванштайн, вот, вы купите билет в Мюнхен, сядете там на электричку, автобус, доедете до замка, посмотрите, вернетесь, и вам это обойдется дешевле, нежели экскурсионный тур в Баварию. Да, который включает в себя массу мест, которые, возможно, тебе не нужны. Именно, да. Если вы хотите провести неделю в Турции, в каком-то отеле, где бесконечное питание, чтобы вокруг вас прыгали аниматоры, самостоятельно вы себе этого не купите. Вас отель обдерет как липку, если вы будете покупать его от стойки, то есть, ну, бронируя на месте, то есть через букинг или через любой букинговый сайт. Если вы будете покупать туда регулярный перелет Turkish Line, там, аэрофлот и прочее, сами будете беспокоиться о том, как вам на такси доехать из аэропорта. То есть, вы будете грузить свою голову много раз, да, ради этого отдыха и заплатите больше. С другой стороны, те же, кто будут рядом с вами прыгать с теми же аниматорами, окажутся там за деньги в полтора раза меньше, испытав один раз головную боль, выбрать отель в турагентстве и отдав деньги. Поэтому совершенно четко нужно понимать, самостоятельный туризм, он никогда не должен быть из принципа. А вот я такой крутой, я такой самостоятельный, и мне на все плевать, я все сделаю в лучшем виде. И если ты безумно любишь домашнюю еду, это не отрицает ресторанов, каким бы хорошим кулинаром ты не был. Тем более, в ресторан мы ходим зачастую не сколько для еды, сколько для события. Это первое. Второе, в ресторан мы ходим для того, чтобы не мыть после ужина посуду, как говорит моя жена. Да, то есть, и здесь то же самое, ты избавляешь себя, покупая пакетный тур, от неких мелких проблем. Они решаемые, они не сверхсложные, но бывают моменты, когда хочется вот все отодвинуть. Отдых, стопроцентный отдых. Да, твои проблемы кончились с момента, ну, скажем, ты пересек границу в Домодедово или в Шереметьево, да, тебе пограничник вернул твой паспорт, и все. Есть такое выражение, из любой самой сложной ситуации есть три выхода. Домодедово, Шереметьево, Внуково. Да, точно. И по льду Финского залива. Да, кстати, вот насчет вот этих вот туров, полувнутренних, полусонастоятельных, полуэкзотических даже. Вот Финский залив в Санкт-Петербурге очень хорошо, это развитое. То есть, там на выходные это нормально пересечь Финский залив и по Финляндии погулять. То есть, мы, к сожалению, в Москве тоже это можем сделать, да, Питера, Питер, Финляндия, Финляндия, Питер, там же проще оформить и визу. Ну, в Питере вообще, если говорят, я получил визу, то никто не уточняет, какую визу ты получил. А однозначно понятно. То есть, ясно, что Шенген, и ясно, что там на год, на два и так далее. То есть, мультивиза по прописке, весь северо-западный административный округ имеет эту льготу, активно пользуется. Финны сильно упираются, что люди получают финскую визу и из Хельсинки сразу же летят в Испанию. Но, тем не менее, продолжают визы давать. Ну, и поток, в принципе, в Финляндию идет достаточно хороший. Да и обратный там, кстати. Вот в Финляндии, это финны охотно достаточно посещают. У них же там много совместных предприятий. Естественно. Так что, там такое вот... Ну, и Санкт-Петербург является потрясающим туристическим объектом в России. Одним из самых главных. Ну, на Амбаван, да. То есть, там и вопросов никаких нет. Где вы были? Были ли вы в России? Вопрос первый, да. Да, был самый популярный ответ в Санкт-Петербурге. Второй в Москве. А такие экзотические, потрясающие, на мой взгляд, изумительные места в России, как Байкал, Алтай, гейзеры камчатские, они, к сожалению, по воле правительства недостаточно развиваются. Хотя, просто ниша. Есть цены перелетов внутренних. Ниша не исчерпанная. Я, слава богу, родился еще, когда Хрущев был у власти. И, в общем-то, представляю себе... То есть, мое студенчество пришлось на 70-е годы, вторую половину, вторую, склероз. И понимаю, что перемещение по стране, по всей нашей необъятной родине, оно меньше всего упиралось в деньги. Невозможно было достать билеты, но они были доступны по цене. Они были доступны по цене, тем более были студенческие льготы, еще что-то. Я не знаю, каким образом. Да, сейчас говорят, лоукост компании внутренние создавать. Да, будут скидки для перелетов на Дальний Восток, на Камчатку. Но, тем не менее, пока страна не будет доступна и вот вся... Прежде всего, себе, своим гражданам. Сама себе, да. И тогда китайцы развивают внутренний туризм. Они живут на том, что из провинции в провинцию переезжают миллионы китайцев, растут отели, растут дороги. Экономика. Поднимаются авиакомпании, да. И пока нету вот этих вот полозьев, что ли, для внутреннего своего туризма. Да, мне повезло там в силу своей журналистской специфики. Да, я был и на островах Ледовитого океана на Северном полюсе, я был на Чукотке, я знаю Сахалин. То есть, все эти экзотические места, я понимаю, что это великолепно, что это здорово. И хотя бы, я понимаю, ну ладно, для взрослых все это сделать трудно. Но сделайте хотя бы детям, подросткам, там, школьного возраста, студенческий туризм. Наверное, здесь непаханное поле еще, растить патриотов, развивать популярность. Тем более, что все наши дети, они уже, мы понимаем, растут граждане мира. То есть, там, где будут наши дети, там же будут и их приятели из Нидерландов, и из Соединенных Штатов, и из Мексики, и так далее. Это, кстати, проблема многих экспортных держав. Единственное, что они по-разному ее решают. То есть, пока есть возможность получить сверхприбыль, благодаря экспорту сырьевых ресурсов, нет необходимости развивать недостаточно рентабельные отрасли, типа, туризма, опять того же, промышленности кое-какой, сельского хозяйства. К сожалению. Это же касается, понимаете, тоже интересная штука. Мы сейчас можем утонуть в большой политике. То есть, те, кто пополняет финансы, ну, там, за счет нефти и газа, они же не враги. То есть, вот для меня нет такого, да? Просто приоритет. Приоритет за сверхприбыль. Мы вот этого негодяя прогоним, поставим другого человека, и все станет хорошо. Нет. Есть вода течет туда, где ниже. То есть, по наименьшему сопротивлению. И кто бы не имел вот такой вот мешок с нефтью, бурдюк, вот, он будет им пользоваться. Алексей, извините, незаметно пролетел этот час. Никогда так скоро с одним человеком не пролетало. Вот экспрессом вопрос-ответ у нас осталась ровно минута. Южная Корея обещает ввести визы для россиян, точнее, отменить эти визы. Реально? Когда? Да. Думаю, да. Думаю, ну, если сейчас начинаются переговоры, месяца три, наверное, на это должно уйти. Может быть, полгода. Законопроект, который разрешает транзитным туристам находиться в России без визы три дня, внесен в Госдуму. Реально? Нет? Реально, я думаю, к Олимпиаде еще сделают специальные какие-нибудь, либо упрощенную визу, либо еще что-то. Но безвизовые три дня в Китае себя оправдали на все сто процентов. И последний момент, мы возвращаемся к теме нашей программы, это возвращение в туризм. Вот новость пришла о том, что согласно постановлению правительства Египта, уже с субботы начинается сокращение комендантского часа. В воскресенье заканчивается инспекция Ростуризма. Снимут комендантский час? Вернутся потоком? Снимут рекомендацию? Я думаю, да. Будем надеяться. Я думаю, да. Это была программа «Парадокс». Мы ее посвящали туризму, в частности, возвращению россиян в Египет. 65 10 99 6, код города 8495. Звоните, но это уже будет следующая программа. Меня зовут Александр Кошапов. А гостем нашей студии был Алексей Песков, главный редактор портала «Туризм.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова